Субтитры создавал DimaTorzok Давай ручку. А кто у нас волка забыл, а? Позавтракать не успеть? Да нет, мы опаздываем. А ты чего встал-то? Тебе лежать надо. Температуру померял? Катюша, просыпайся. Нет, я сплю. Катюня, садик – это твоя работа, ты же знаешь… Нет, я сплю. Я же сплю. Так, все, ладно. Мы побежали, не забудь горло прополоскать, там таблетки на столе. Я уже в аптеку сбегала, пока вы спали. Ну, поцелу, Вадь. Ты болеешь. Все, такое точно и выгоду. Все. Все, что яitiveм, не забыл? Как безопасно, что altogether-таки? На, еще. На, еще. Здравствуйте. Опаздывайте, Уварова. Ой, муж заболела, я закрутилась с утра. Извините нас, пожалуйста. Ну что ж, пойдем. Катюшка, пойдем, что ли? Пойдем с нами. Иди себе хорошо. Конечно. Сейчас пойдем завтрак. Здравствуйте. Здравствуйте. Уварова, тебя срочно просили мне от кадра зайти. Ага. Я и не знаю, чего. Здравствуйте, Рафима Николаевна. Мне сказали зайти к вам. А, Уварова, проходи. Садись. Так, Уварова. Так, Уварова. Отправляем мы тебя, Уварова, в отпуск. В административный. Увольняете? За что? Заказы новые на фабрику не поступают. Мы всех увольняем. Оставляем только матерей-одиночек. Им детей кормить надо. У тебя муж есть, прокормят. Не прокормят. Но он уже год без работы. Так. Случайными заработками перепивается. Ты сходи в бухгалтерию. Получи, что тебе там причитается. Вот тебе трудовая. Обходной лист я уже подписала. За тобой ничего не числится. И мой тебе совет, Уварова. Походи по городу, в ателье зайди поспрашивай. Может быть, где шевья ей нужна? Ты ж мастерица. У тебя руки-то золотые. Спасибо. До свидания. До свидания. Угу. Да. Ага. Сейчас, сейчас. Позови ко мне Евгений Борисович. Да. Угу. И никого больше не пускай. Ага. Да, да, да. Угу. Угу. Все, перезвоню тебе. Пока. Пришли бумаги из администрации города. Прочти и объясни, что это. Управление капитального строительства предупреждает о необходимости завершения строительных работ через месяц. Угу. Это очень серьезно. Иначе они натравят на нас прокуратуру. Все? А вот эти документы через две недели мы должны предъявить рабочей комиссии. Так, ты мне нормально можешь объяснить, что я должна сделать? Клава, это строительная документация. Это акт о свидетельствовании скрытых работ. По закладке свай. Так, я не понимаю, зачем ты мне все это рассказываешь? Потому что у нас уволился главный инженер. А эти документы нужно подписывать. Я должна их подписать? Если хочешь сесть лет на семь, можешь, конечно, подписывать. Так, что делать? Клава, сосредоточься. Убери все это. Слушай меня внимательно. Мы должны срочно найти нового главного инженера. Мы дадим ему эти документы на подпись. А через месяц он пойдет на нары, а мы на канары. Понимаешь? Где я найду такого в нашем городе? Я не знаю где. Его нужно найти. Иначе сама собирайся в казенный дом. Женя. Женечка. Ну, ты же умный. Ну, придумай что-нибудь. Ну, помоги бедной женщине. Никакая ты не бедная. А очень даже наоборот. Ой, Клава, Клава. Что б ты без меня делала? Ты ведь даже не знала, как подступиться к делу твоего покойного муженька. Я тебя обожаю, Женечка. Я тебя тоже люблю, дурочка. Ищи человечка, Клава. Нам без него не обойтись. Ищи как можно скорее. Все, я побежал. Ищи, ищи, ищи. Где же его найду-то? Паш, давай собирайся. Там в автосервисе слесаря уволили. Запил по черному. Ну и что? Давай собирайся. На работу тебя будем устраивать. Сейчас хозяин автосервиса приедет. Давай, 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 давай. Слышь, трудовую не забудь. Паш! Паш! Так, завод строительных материалов. Семь лет отработал начальником цеха. Вась, ты кого мне привел? Я же просил слесаря. Григорий Павлович, так Уваров, он же мужик. Рукастый, башковитый. Вы ему пару книжек дадите, он за ночь все прочитает, быстро въедет. Нормально. У меня все иномарки города обслуживаются. Это тебе не твои жигули. Извини, Павлович. Не могу тебя взять. Нормально. Паш, Паш, погоди. Ну ты что, расстроился что ли? Да ладно. Вась, какой из меня автослесарь, а? Я машину водить-то не умею. Ну, вот и правильно. Вот это по-нашему. Ничего. Будем искать дальше. Нормально. Извините. Юбка, ты что ли? Ну ты что, подругу не узнаешь? Плещеева, Клава. Ну ты что ли? Она самая. Ну только не плещей, как Мондакова. Какая ты. Тебя действительно трудно узнать. Богатая будешь. Да уже богатая. Вдова. Как я тебе? А? Шикарно. Ну а ты как? Что, замужем? Да. Вот и год. Я его знаю? Знаешь. Это Паша. Паша? Подожди, мой Пашка? Теперь уже мой. У нас дочка. Катя зовут. Здорово. Слушай, ну приглашай в гости. Покажешь. Нам есть что вспомнить, о чем поговорить. Да и похвастаешься домом, мужем. Так, с пустыми руками в гости не ходят. Я сейчас что-нибудь возьму нам. Ты меня здесь жди. Сейчас, подожди. Паша, а у нас гости. Странно. Должен быть дома. Ты располагайся. Не разувайся. Я пойду уже. Нарезать. Хорошо. Сделаю. Слушай, ну у вас скромненько, но чистенько. Слушай, а фотографии давно делали? Да это год назад. Какой же он был красивый. Да он и сейчас очень красивый. Любит меня. Говорит ни на кого не променяет. Угу. А увела ты у меня Пашку, подруга. А я ведь замуж за него собиралась. Да не уводила я его у тебя. Ты сама хвостом вильнула и в область укатила. Ой, рассказывай. Буду б я не видела, как ты с него глаз не сводила. Все и себя тихонь устроила. На танцы все по углам жалась. Угу. Зато ты у нас, какой была шумной, такой и осталась. Как же. Клава – центр вселенной. Все вокруг нее должны вертеться. Да, должны. И до сих пор вертеться. А ты за кем замужем-то была? За богатым человеком. Царствие ему небесное. Щукин, тебя где носит? Сейчас машина с товара придет, чтоб за полчаса разгрузил, понял? А я что, автопокрузчик тебе, что ли? У меня, между прочим, всего две руки. Ну ладно, возьми своего дружка-собутыльника, пусть поможет. Да… Люк, что пить будешь? Мне немножко вина. А, давай. Слушай, а я коньячку, пожалуй, выпью. Муженек мой, царствие ему небесное, коньячку меня приучил. Ну что, тост у меня? Предлагаю выпить за нашу с тобой промелькнувшую, как прекрасную сон юность. Мы еще с тобой очень даже ничего. Вот я только бы подкрасить и чистой модель. Угу. Клав, а почему умер твой муж? Муж мой строителем был, дома строил. Полез наверх и сорвался, упал. Разбился насмерть. Так что теперь все его дела на мне. Тащу их, как лошадь. Знаешь, как сложно одной? Помощник нужен хороший. А где же он найти хорошего? Пашка на работе, что ли? Пашка? Угу. Нет, Пашка, уже год без работы. Да. Завод закрыли. Слушай, а у него диплом строителя? Ты чего, Клав, забыла, что ли? Он же строительный институт закончил. Да я много тебя забыла, подруга, за это время. Но одно хорошо помню, знаешь что? Наша дружба. Предлагаю за нее выпить. Ой, Клав, мне надо в садик бежать за Катюшкой. Подожди, что она у тебя не на пятидневке? Нет. Как нет? А как ты справляешься с ребенком, с домом, со всем? Паша помогает. Павел Уваров, примерный семьянин. Ну ты посмотри. Я должна его увидеть. Значит, мы сейчас пойдем с тобой в детский садик, ты меня познакомишь с Катюшей, мы с ней вернемся. И там, гляди, Пашка уже придет. Ну, пошли. Ну, пойдем. Павел Уваров, примерный семьянин. Ты чего приехала-то, подруга? Приехала я подруга в родные края отдохнуть от судов после смерти муженька, царства небесная. Вдруг наследнички объявились. Хотели забрать у меня все, но думала, седой стану. Еле отбилась. Муженек у меня умный был, так что научил и отбилась. Все мне досталось. Люба! Люба. Папа, а я сегодня луннурсом. Ну, ты моя дочка, ну. О, как красиво, а? Молодец. Клава, привет. Здравствуйте, Павел Иванович. Катюш, поешь что-нибудь? Я хочу пить. Ну, хорошо, я сейчас молочка погрею. Ты проходи. Спасибо. Давно не виделись, Паш? Да, давно. Дочка у тебя уже большая какая. Да, большая. Оранжевая была совсем маленькая. Тетя Клава. Я сейчас покажу вам. Что покажешь? Ой, спасибо. Спасибо. Ух ты, какая маленькая. Да. Паш, слушай, а где это мы? Смотри. Вот. Ну, мы же ездили на шелки. Ужели ты забыл? Да, точно. Слушай, это ты, а вот-вот я там я. Да? Ничего себе. Мне пора Катюшу укладывать. А что же, спать? А молоко? Что? У себя в комнате попьешь. До свидания, тетя Клава. До свидания. Ну, видимо, загостилась я у вас. Держи. Спасибо. Ну что же, надеюсь, увидимся еще. Да? До встречи. Павел Иванович, не проводите гостей, Павел Иванович? Люба, я провожу Клаву? Ну, проводи. Вообще-то ты с утра болел. Счастливо. Да? До свидания. Пашка, а помнишь, как мы с тобой бродили всю ночь напролет? Вот по этой улице. Как целовались на нашем любимом месте. На речке. Помнишь? Помню. А еще помню, как ты отказалась выйти за меня замуж. Правда, помнишь? Конечно. Такое не забудешь. Паша. Ой, Пашка, молодая тогда была. Погулять хотела. Ну и как? Нагулялась? Паша, Паша, не понял тогда ты мою душу. Ну, не созрела я тогда для этих вот пеленок, сосок, семейной жизни. А ты ждать не захотела. Знаешь, как я обозлилась? О, как я обозлилась. Я погулять хотела, пошуметь. А я шума не люблю. Да уж. Я заметила. Взял себе в жены Любу потихоньку. Мышь серую. Она теперь тобой вертит, нажала и сдавит. Ты ее любишь? Ну да. У нас семья, дочь. Может зайдешь? У меня бутылочка есть. Посидим, старое вспомним. Да поздно уже. Ее Люба заждалась. Павел Уваров подкаблучник. Да никакой я не подкаблучник. Ладно, я рад был тебя видеть. Пока. Пока. И что, даже не поцелуешь на прощанье? Клав, не надо. И что было, то прошло. Ну, может, и не подкаблучник. Но как был лаптем, там Кыма и остался. Это очень даже хорошо. Что? Старая любовь не ржавеет, да? Люба, перестань ты, ну. Ты меня ловочишь тысячу раз. Что было, то прошло. Угу. Видела я, как вы ворковали. Ой, смотри, это я. Ой, это ты. Грянька, мы-ка рядышком. Все, давай спать. Устала что-то сегодня. Угу. Устала. Куда больной-то понесся? Я ж сказала тебе, отлежись. Паш. Паш, ты спишь? Нет. А меня с фабрики уволили. Паш, ты чёрт. И что теперь делать будем? Мне расчет дали. Ну, как ты понимаешь, на эти деньги, да на твои случайные заработки долго не протянем. Ну, надо за квартиру, за газ, за свет, за Катюшкин детсаде платить. Люба, ты знаю я все, ну. Меня тоже сегодня в автосервис не взяли. Завтра опять пойду работу искать. А ты чё, чё, чё-то в машинах понимаешь, да? Начинаю. Да ладно. Протянем как-нибудь. Так, конечно, прорвёмся. Нет сегодня. Коле Кожан обещал помочь. Чего? Опять Воркут тебе трётся? Ничего не трётся. А что он делает? Ты чё, ревнуешь, что ли? Чего? Да просто встретились в магазине. Угу. Да. Да. Люба. Да он женат. Ты меня знаешь. Так, мы спим или… Давай, спи. Нет, может, мы всё-таки гули-гули. Какие гули-гули спать? Добре спать. Артём, ты чё? Чего ты спишь? Катя спит. Ничего она спит. Здравствуйте. Ой. Колька, здравствуй. Дорогой. Ну что, ты мне подмену нашёл, да? Да. Вот, тётя, познакомься. Это Люба Уварова. Здравствуйте. Здравствуйте. Это та самая… Да. А это моя тётя Екатерина Даниловна. Очень приятно. И мне приятно. Что ж ты не позвонила? Не предупредила, я бы чайку поставила. Ну ладно, ладно. Вареньем бы своим угостила. Ладно, вы тут разбирайтесь, я побежал. Ну всё, удачи. Беги, беги на работу. Ну, пойдём. Покажу наше рабочее место. Проходи. Тесновато, конечно. Ну, как говорится, да, консьержка – это вроде сторожа в доме. А это вот поимённый список жильцов и номера их телефонов. А вот если чужой кто будет рваться? Или пьянь какая? Ну, это в милицию позвонить. Они быстро приедут. А у меня, между прочим, вот. Мобильник. Коленька подарил. Значит, сменяться будем в девять вечера. Да? А мне как раз удобно. Я дочку из садика заберу и прямо на смену. А дочки-то сколько? Четыре. Кате зовут. О, тёзки, значит. Ну, ты смотри. Знаешь что, пойдём ко мне чайку попьём. Я на третьем этаже живу, семнадцатый. Поближе познакомимся. А разве можно уйти? Да почему ж нельзя? Ты целый день же здесь не посидишь, целые сутки. В туалет надо сбегать. Два часа у нас есть. Наши кормильцы, они все на работе сейчас. Я тридцать лет проработала учительницей в начальных классах. Вот мне дали эту квартиру в доме с районными начальниками. Да. Ну, а когда, ну, совсем сильно ноги заболели, попросилась сюда консьержкой. А где ваши дети? Нет у меня детей. Вся радость в жизни Коленька, сын покойной сестры. Женился полгода назад, а через два месяца развелись. Не сложилось у них что-то. Ну, вот он ей отдал свою квартиру. Вот. А сам взял жигули. Вот теперь здесь и кукуем вдвоём. Ты, ну, варенье-то попробуй. Спасибо. Сама варила. Да. А сама-то ты откуда? А я здесь выучилась на шевью мотористку. Замуж вышла. Дочку родила. Квартира, работа была. Уволили. А я нашла человека, который нам нужен. Да? Да. Диплом строительного института. Работал начальником цеха на заводе железобетонных конструкций. Угу. Вот тебе и главный инженер. Угу. Отлично. Значит так. Назначь его не просто главным инженером, а, скажем, исполнительным управляющим. Угу. Надели его правом первой подписи, но к финансовым документам не подпускай. Понимаешь? Угу. Угу. Клава, это очень важно. Я понимаю. А ты уверена, что он подпишет документы? Ну, а куда он денется? Я заставлю его пропадать день и ночь на стройке. Ну, нам же как-то надо развязаться с этим домом. Вот он нам и поможет. Где ты его нашла-то? Это моя первая любовь. Замуж звал, между прочим. А не жалко первую любовь? Он ведь получит за наших творчества много. Лет десять. Ну, поплачу, поплачу. Поплачу, поплачу. Первая любовь всегда же несчастная. Угу. Давайте я вам помогу. Спасибо. А вы кто? Я ваша новая консьержка. Меня Люба зовут. А я Света из сорок шестой. А Даниловна где? Она скоро спустит. Спасибо. Да нет за что. Не волнуйтесь, Семен Кириллович. Все будет в порядке. Я все сделаю. Цветочки полю. Ведь уж не в первый раз. Спасибо. Ну, счастливого пути, Семен Кириллович. Спасибо. У нас что, новая уборщица? Да нет. Это наша новая консьержка. Зовут Люба. Здравствуйте. Очень приятно. Ну, до свидания. Всего доброго. Семен Кириллович Лапин. Мой сосед по этажу из двадцать первой квартиры. Ой, деловой мужик. Правда, в прошлом году жена умерла. Вдовец. Сейчас в командировку уехал. Вот. Ключи от квартиры свои мне оставил. Ой, подожди секундочку. Ты давай, закругляйся. Уже седьмой час. Ага. Спасибо тебе огромное, что ты за меня мою работу сделала. Да мне не трудно. А кто останется с дочкой-то на ночь? Муж. Он ее и в садик с утра отведет. Ты беги, беги. А то опоздаешь ведь. Я скоро. Давай. Я жду. Коленька, это я, да. Да. Ну что, спасибо тебе. Такую мне помощницу нашел. Ой. Это ты, тютя, такую девушку упустил. Эх ты. Ладно, работай. Ну, счастливо. Здрасте. Паша, вы дома. Встречай. Так. А папы дома нет. Я не буду дома одна. Я борюсь. Да я тебя одну не оставлю. На работу надо. Так, ладно. Иди бери своего зайца. А я папе записку напишу. Где нас найти? Павел Иванович. Привет. Привет. А я как раз к вам. Ну, пойдем. Люба и Катя, наверное, уже дома. Ну, пойдемте, Павел Иванович. Люба, Катя. Может, предложишь раздеться? Нет, я иду их искать. Ух, какие гости к нам пожаловали. Как тебя зовут? А? Здравствуйте. Меня зовут Катя. Здрасте. Меня зовут Катя. Ну, разве так бывает? А как? Что меня зовут Катя? И вас? Ну, конечно. Я бабушка Катя. Ты внучка Катя. Екатерина Даниловна. Ой, зови меня Даниловна. Так короче. Ой, Даниловна, что-то дома никого нет. Муж где-то задержался. Я ему записку написала. Наверное, придет скоро. А если он не придет, я ее заберу к себе. Нет, я с мамой буду. А, ну, хорошо. Пожалуйста. Пойдемте, я к себе пойду. А вы начинайте работать. Ну, работник, давай, проходи. Какая маленькая комната? Мам, это твоя новая работа? А что ты работаешь? Я сторожу. Чтоб чужие люди в дом не заходили. И кого высматриваем? Все давно ушли. В садике никого. О, у нас сегодня две консьержки. Что, не с кем девчонку оставить? Что? Не пришел? Катюш, тебе надо спать. Пойдем, я тебе на диванчике постелю. Да я здесь ее уложу. Ну, ладно. Одеяло и подушку я принесу. Колинка, пошли, я тебе ужин разогрела. Тебе не принести? Да нет, у нас все есть. Ну, ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не, ну ты слышал? Меня в КПЗ. Да я жаловаться буду. Клав, ну перед сценой, чтоб милиция не накричалась. Я не могу понять, куда они подевались. Дома их нет, в садике тоже. Ну, тебе ж сказали, через три дня. Да через три дня я уже с ума сойду. Через три дня. Ну, ладно. Все, тихо. Ну, ты чего так расшумелся-то? Тем более, что мы сейчас можем с тобой сделать? А? И вообще, знаешь, утро вечера мудренее. Клав, ты знаешь что, я домой побегу, вдруг они уже вернулись. Ладно? Может, проводишь? Черт. Паша. Паша. Ты где была? Ты искал всю ночь. Да я вижу, как ты нас искал. Я же оставила записку, что нашла работу. Адрес, по которому мы находимся, чтобы ты пришел и забрал Катю. Я не видел никакой записки. Где дочь? В садике. Паша, тебе теперь придется чаще забирать ребенка из сада. Так что кончай пить. Подожди, подожди. А какую работу ты нашла? Консьержкой над Аполиной. Работа сутки через сутки. Ты что, с торжем, что ли? Ты что, с ума сошла? А как, по-твоему, нам дальше жить, а? Мне место предложили в магазине грузчиком. Вот когда устроишься, тогда и подумаем. А я сказал, нечего думать. Уходи и все. Паша, мне надо переодеться и идти на работу. А ты, пожалуйста, не забудь забрать ребенка из сада. Ну что, надумал у меня работать? Да, я согласен. Пьешь? За мечу пьяным выгоню. А сейчас бери метлу и подмети перед входом. Щукин, тебя это тоже касается. Подъем. Так я вроде грузчиком нанимался. Что скажу, то и будешь делать. Мальчики, расчет в конце недели. Ну что, нормально. Цеха подо… Остановите. Я перезвоню. Подожди меня. Здрасьте, Павел Иванович. Привет. Катя с Любо нашлись? Да, нашлись. Она мне записку написала, где их искать. А я никакой записки не видел. Я никакой записки не видела. Паша, у меня разговоры к тебе. Говори. Вот здесь? Поехали со мной. Я не могу, я на работе. Ты вот это называешь работой? У меня серьезный разговор. Поехали, говорю. Класс, держи. Ну что, а где твой напарник? Уехал на такси с дамой. Что? Нормально. Вот пусть эта дама и берет его на работу. А у меня тут неблаготворительный фонд. Давай, работай. Двумя руками. У тебя же их две. Нормально. Клав, ну и зачем ты меня сюда привезла? Я хочу накормить тебя вкусным обедом. Смотри, как оттащала на Любкиных макаронах-то. Спасибо, я не гоню. Садись, я вижу. Садись, садись. Добрый день. Добрый. Меню, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Хочу поговорить с тобой. Ну говори. Чего ты сердишься? У меня к тебе деловое предложение. Я хозяйка строительной фирмы Примострой. И мне нужен главный инженер. Клава, я не понимаю, почему весь этот разговор? Ты не понимаешь? Нет. Ну ты же строитель, да? А я вот ничего не понимаю в этих панелях. Поэтому я предлагаю тебе занять должность главного инженера. А зарплата соответственно исполняемой должности. А почему ты приглашаешь именно меня? Потому что я тебя давно знаю. И могу тебе доверять. Но если честно, я же вижу, как вы с Любкой перебиваетесь. Без денег, без работы. Я хочу вам помочь. А главное, что я могу это сделать. Ну, как дежурство проходит? Спокойно. Нашелся муж? Нашелся. Записку мою не увидел, полночи нас искал. Я утром домой забежала, поругались. Ну, это бывает. А дочку-то он сегодня заберет? Не знаю, волнуюсь. Опять работу пошел искать. Ой, вот так. Сейчас иди домой отдохни, а завтра к девяти вечера приходи. Я поспала, отдохнула, так что за тебя подежурю. Спасибо, Даниловна, я отработаю. Ну, а каким строительством занимается твоя компания? А мы строим жилые дома. Муж мой успел все достроить по последнему контракт, только вот с одним домом никак не могу развязаться. То одно, то другое. И ворует Пашу безбожно. Ты мне очень нужен. Ну, мне же надо быть постоянно на объекте. Да? Так вот об этом и речь. Ты должен переехать ко мне. В смысле ко мне в город. Ну, чтобы быть все время под рукой, контролировать. Ну, одним словом, Паша, руководить. Я даже не знаю. Мне надо подумать, с женой посоветоваться. Думай, Паша, думай. Только не очень долго. Я завтра уже. Как же Люба, Катя? Ну, как? Обустроишься и их перевезешь. Не надо с дачи. Спасибо. Спасибо большое за обед. Все очень вкусно. Ты извини, мне надо заточку в садик. Паша. Тихо-тихо. Что тут дурновато? Не проводишь меня до гостиницы? Клава, ты правда извини, но мне надо за Катей и садик. Ну, так мы вместе и сходим в садик. Только сумочку надо взять. Подожди. садик. Дальше. Каким? Люба! Папа. Привет, дочка. Люб, мы с Пашкой вас полночи вчера искали. Ты где была? На работе. И сейчас спешу на работу. Люба, ты торопишься, давай я Катю отведу. Да. Зачем? У тебя же другие дела. Пойдём, Катюш. Слушай, Паш, мне кажется, она обиделась. Надо пойти попросить прощения у неё. Дай поскорее. Ой, глазам поверить не могу. Павел Уваров боится своей жены. Клав, я не боюсь её. Я её люблю. Пока. Я её люблю. Катюш, иди поиграй в комнату. Ты опять забыл про нашу дочь. Я ничего не забыл. Я как раз собрался идти за Катей. Да не ври, Паша. Забыл, про всё забыл, как увидел свою. Люба, ну перестань, ну. Да что перестань? Что перестань? Разоделась. По всей квартире тут свои перья распустила. Весь дом своими духами французскими провоняла. Футы нуты. Да о чём ты говоришь? Ну какие футы нуты, ну? Ну пригласила меня в ресторан поговорить. Она предложила мне работу, между прочим. Помочь нам хочет. Какую работу? Главным инженером. В её строительную компанию. Ответ надо до завтра. Я хотел с тобой об этом поговорить. Ты начинаешь вот эти футы нуты свои. Всё, ну. Что случилось, Коль? Люба, извини, что дёргаю, но тётя стала плохо с сердцем. Не могла бы за неё подежурить. Я бы сам, но на работе. Да, конечно, я сейчас соберусь. Ладно, я жду в машине. Только быстрей, пожалуйста, ладно? Ага. Ну так что Клаве сказать? Ну я не знаю, ну а как я буду и с садиком, и с работой? Работу бросайте, эту работу. Ну, я попрошу у Клави аванс. Отдам вам. Там осмотрюсь и заберу вас к себе. Ну а как же квартира? Квартиру сдавать будем. Ой, не знаю, Паш, как-то всё это неожиданно. Надо подумать. Я побежала. Пока. Ну что, Татья, пойдём молоко пить. М? Пойдём. Скорая быстро приехала. Что-то давление у меня подскочило. Ты уж извини меня, Любаш, что всё так получилось. Ой, да что, Даниловна, вы меня столько раз выручали. Да, дом-то у нас спокойный, я высплюсь потом. А что с тобой, а? На тебе лица нет. Подруга в город вернулась. Мы с ней когда-то работали на фабрике. Они с Пашей любили друг друга. Даже он ей замуж предлагал шесть лет назад. Она тогда не пошла, уехала из города. А сегодня я. Увидела их. Они вдвоём из ресторана выходили. Да. И подруги заклятыми бывают. А вы давно женаты. Это уже более пяти лет. Ну, чувствую я, уйдёт от меня Паша. Я не знаю, что делать. Ты руки-то не опускай. Не опускай, мужики. Они дурные. Наделают глупости, а потом и маются от этой дурости. А вот с подружкой-то поговорить надо обязательно. Ладно, поговорю. Я пошла. Если что надо, вы звоните. Хорошо. Да, Любаша, ты на всякий случай ключи-то мои забери. Они там на гвоздике у двери висят. Хорошо. Даниловна, а вы сказали, Лапин уехал из города? Да. А я видела, сейчас какой-то парень к нему в квартиру заходил. Это, наверное, сын, да? Какой сын? Он один как перст. Это вор. Любаша, быстренько дай мне телефон и очки. Я в милицию позвоню. Ага. Сейчас. Так. Ой, господи. Коленька! Коля, милый! У нас в подъезде вор. Приезжай скорее. Коля! Господи. Скорее давай! Ну, что сказал, когда приедут? Обещал, выезжают. А если они не успеют? Ну, что делать-то? Ой, не знаю. А ты беги вниз. Беги вниз. Колю обязательно встреть! Ой, господи. Молодой человек, вы кто? Стой! Он куда побежал? Говорит старший лейтенант Кожин. Немедленно скорую на Тополину 12. Разбойное нападение на женщину. Лукаозу!? Люба, сейчас я открою. Привет. Привет. Это ты? Привет. Проходи. А я вот мириться пришла с Любкой. А то она не весь что подумала, ну, когда нас с тобой вместе увидела. Вот. А ты что, один? А где Люба? Да, она еще с работы не вернулась. Ну, я подожду. Держи. Да? Ну, что там, Юрий Иванович? Средней тяжести. Ну, хорошо. Я уже закончил дежурство. Сейчас привезу ее мужа. Да. Паш, ну что, ты так и будешь прозябать вот в этом вонючем городишке? Да? Перебиваться случайными заработками, висеть в Любке на шее? Ну, ты пойми, я предлагаю тебе работу. Большие деньги. Поехали. Ну, поехали. Да не могу я бросить семью. Ну, оставить у Любы одну здесь. Ну, не могу. Если у тебя не будет работы, у тебя семья развалится. Тебя Любка замучает истериками, скандалами. Ну, как ты этого не понимаешь? А что это у вас дверь открыта? О, Клавдия Плещеева. Ну, не Плещеева, а Кондакова. Паша, Люба в больнице. Почему? Что с ней? Ну, что, она задержала вора. Поехали. Подождите, я с вами. У вашей жены черепно-мозговая травма. Будут снимки, смогу сказать, диагноз более точно. А пока я вас к ней пустить не могу, заезжайте часа через дом. Юрий Иванович, вы очень нужны. А сколько она здесь пробует? Не знаю. Ей необходим постельный режим, полный покой. Иначе может произойти отек головного мозга. Необходимо хорошее питание, фрукты, овощи, соки. Но извините, мне надо идти. Паша, ну что, что сказали врачи? Сказали, черепно-мозговая травма. Нужен покой, хорошее питание, фрукты. Паша, ну, ты не волнуйся, Люба, она же мне не чужая. Все будет хорошо. Поможем. Клава, я никуда не поеду. Поезжай одна. Так, жди меня здесь. Я сейчас. Доктор, понимаете, Люба Уварова – это моя лучшая подруга. Но я не могу здесь остаться. У меня дела в области. И муж ее не может. У него тоже дела. Смещение мозгового вещества при черепно-мозговой травме провоцирует децциркуляторный и биохимический... Сиделку нанять можно здесь? Необходимо сделать электроэнцефалограмму. Показаться невропатологу. Может быть, даже не алихирургу. Лечение долгое и не очень дешевое. Нет проблем. Я заплачу. Вот. А это лично вам. Звоните, если возникнут какие-нибудь вопросы. Да. И лечите ее столько, сколько надо. Не торопитесь выписывать. Паша, все в порядке. Сейчас ездим на рынок, вернемся, отдадим фрукты и скажем Любе, что Катю мы забираем с собой. Пусть не волнуется. Я же сказал, никуда не поеду. Паша! Ну, если ты здесь останешься, ты Любе не поможешь. Пойми, ей нужны деньги. И большие деньги. На врачей, на лекарства, медсестрам, на питание, в конце концов. Ну, и где ты безработных найдешь? Займи мне денег. Хорошо, я займу. Ну, и как ты отдавать будешь? У тебя же нет работы. А я предлагаю тебе заработать. Но ты мне нужен немедленно. Пойдем. Пошли, пошли. Коля, как освободишься, съезди в больницу, узнай, как она. Здравствуйте. Вот беда-то, а. А Паша? Паша, муж ее, он в больнице? Здравствуйте. Здравствуйте. Ты не волнуйся. Ты только не волнуйся. Я заберу Катю с детского садика сама. Да. Все. О, Господи. О, Господи. О, Господи. О, Господи. Вот она. Только недолго. Любушка. Как ты? Голова болит и кружится. Где Катя? Любушка, ты не разговаривай. Тебе пока нельзя. Врач сказал, что тебе нужны фрукты. Мы как раз их принесли. И покой. А Катюшу мы сейчас заберем. Паша, а как же вы сказать, без меня-то будете, а? Врач сказал, что лечение будет долгим и дорогим, но я уже все оплатила. Так что ты лечись и не волнуйся. Как же мы будем отдавать? Люб, я хочу, чтобы Паша поехал со мной. Он будет работать у меня главным инженером. Это очень большая зарплата, так что все быстро отдаст. И Катюшу мы возьмем с собой, да? Будут жить у меня, у меня квартира большая. Но ты же не против? Паша, ты как решила? Да ты не волнуйся так. Вот и поправишься. На ноги станешь. И тоже к нам приедешь. Да, Паша? Поезжай. Поезжай, поезжай. Спасибо тебе, подруга. Да что ты. Я очень скоро приеду, выздоравливаю. Она сломала нашу кроватку. Тише, тише, Аленка, тише. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно забрать Катюшу Уварову. А за Катей папа еще днем пришел. С какой-то женщиной. Сказал, что жена заболела. А ему срочно надо в поездку. Я Катюшу собрала, и они ушли. Да. Ну, извините. Что делается-то, Коленька, а? Воспользовался, что жена заболела, забрал ребенка и уехал со своей полюбовницей. Ну, он отец имеет право забрать дочь. Угу. И жить с мачехой вместо живой матери. Правильно, да? Муж бросил, ребенка забрали, она с ума сойдет. Тетя Кать, ну с чего вы решили, что Павел бросил Любу? Так ты подумай, Коля. Она в больнице, а он уехал неизвестно куда. Сбежал, сукин сын. Ладно, ладно. Завтра разузнай, куда он уехал. Ой. Здравствуйте. Ира. Думаю, еще долго здесь лежать? Как врач скажет. А что со мной? Врач сказал сотрясение мозга. Обычно дня через три выписывают. Ой. Только я вам ничего не говорила. А сказала через месяц. Обманула подруга. И мужа с точкой взяла. Что с вами? Что с вами? Господи. Доктор! Доктор! Паш. Паша. Вставай. Вставай. Катя, я покормила, телевизор я включила. До обеда ты, может быть, свободен, а потом я с тобой заеду. Деньги, мобильник, вот. Погуляйте по городу, осмотритесь. Да, игрушки ей купи. Ладно? Все. Пока. Что ты ей сказала? Я ничего не сказала, Юрий Иванович. Вот и держи язык за зубами. Приедет ее подруга сразу же ко мне. Чтобы никаких посетителей, родственников у нее здесь нет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Юрий Иванович, это Николай Хужин беспокоит. Как состояние Любови Уваровой? Хуже? Я свою тетю пришлю, пусть побудет рядом. Что, сиделка? Кто оплатил? Кондакова? Хорошо. Хорошо. До свидания, Юрий Иванович. Алло, Андрей. Привет, да, Хужин. Как там дела в областной прокуратуре? У меня тоже. Слушай, Андрей, тебе ни о чем не говорит имя Клавдия Кондакова. Кондакова? Известная в области баба. Богатая вдовушка. Муж был крупным строительным боссом. Год назад упал на стройки со сходни. Ну, сам или кто помог, так и не установили. Нет, нет, ни одной зацепки. Да и она сама баба еще та. Второй год дом сдать не может, а будущие жильцы нас вон жалобами завалили. Давай, проходи. Ну что, устала? Не совсем. А может, обедать? Я пока не хочу. Пап, а мы теперь здесь будем жить? Да, теперь здесь моя работа. А когда у меня будет выходной, мы с тобой обязательно поим к маме. Хорошо? Да, хорошо, я сейчас спускаюсь. Катюня, слушай, ты побудешь здесь одна? Мне надо ненадолго уйти. Я боюсь одна. Катя, иди сюда. Иди сюда. Ты же у меня большая уже девочка. И потом, когда я начну работать, я не смогу с тобой все время быть вместе. Так что давай, привыкай. Давай я тебе включу телевизор, посмотришь мультики. Я пока не хочу, а лучше зайка поиграй. Хорошо, только будь умницей, хорошо? Да. Проходи, проходи, Евгений Борисович ко мне быстро. Ну, осматривайся, знакомься. Твой новый кабинет, твое рабочее место. Вот, как раз наш финансовый директор, Евгений Борисович. А это наш главный инженер, управляющий, Уваров Павел Иванович. Очень приятно. Ну что, кабинет мне нравится. Хотелось бы посмотреть на строительство. Конечно, поехали. Я не могу пропустить вас к Уваровой. Почему? Раньше сказал, что к ней можно пускать только ее лучшую подругу. Вот, а я лучшая тетя. Да, и приехала издалека. Так что вам меня не остановить. Вот, ну, не больница, а тюрьма. А, здравствуйте. Ну, в общем, Коля все разузнал. Уехали твой муж и дочка к этой Клавке в область. Да, я знаю, Даниловна. Знаешь? Ты ходить-то можешь? Могу. Ну, да. Нельзя тебе здесь лежать. Бежать скорее надо. Да, а то ведь проворонишь и дочку, и мужа. Я тебе вот принесла тут одежду. Сейчас. Вот. Ага. А ты уж сообрази, как отсюда ноги-то уносить. Немедленно покиньте палату. А что такое? Больную Уварову нельзя беспокоить. Ну, ну, кто же ее беспокоит? Я как раз ее успокаиваю. Вы посмотрите, какая она веселая-то, а? Он улыбается. Ну, ладно, до свидания. Я пошла. Выздоравливай. Всего хорошего. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь, Степан Константинович. Это наш новый главный инженер Уваров Павел Иванович. Так что прошу любить и жаловать. Ну что, проходите, осматривайтесь. У меня дела. Я поехала. Скоро приеду. Хорошо. Ну, пройдемте. А какая марка бетона предусмотра в строительстве? Ну, под оккупетом М-200. А где проектное задание? У нас в вагончике про арабское. Принесите мне ее у себя. Ну, хорошо. Что? А, Юрий Иванович, здравствуйте. Должен вас огорчить. Что? Нет-нет, жива-жива ваша подруга. Просто она сегодня сбежала из больницы. А паспорт ее у вас? Ну, значит, далеко не убежит. Поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Паша. Паш, ну, для начала хватит. Поехали домой. Нет, мне надо поехать в офис, посмотреть кое-какие документы. А почему вот здесь и вот здесь не совпадают объемы? Эти документы подписывал еще покойный в силу от Петрович Кондаков. Ну да, здесь же стоит и ваша подпись. Как же я мог ее не поставить? Когда акт завизировал хозяин компании. Я хорошо разбираюсь в цифрах, а вот в объемах не разбираюсь совсем. Вы оба возглавляете строительную компанию и никто не разбирается в строительстве? Так нет, мы вот за этим, Павел Иванович, вас и позвали, чтобы вы нам помогли во всем этом разобраться. Мне кажется, на сегодня хватит. Засиделись уже, да? Одну секундочку, Клавдия Ильинична. Павел Иванович, подпишите, пожалуйста, вот эти документы. Завтра их нужно обязательно задавать в рабочую комиссию. Пустая формальность. Вот здесь и вот здесь. Нет, сейчас я ничего подписывать не буду. Я ознакомлюсь с документами дома и… Ну что, поехали? Да. Катюня, дочка, мы пришли. Катя! 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 Ты что натворила? Ты как посмела? Поршивка посмотри, что сделала твоя дочь! Пап, я правда красивая? Красивая. Дай дыши сюда. Катя, ну ты же должна понимать, что чужие вещи трогать нельзя. Ну а это пудра и помада тети Клавы. А мама без пудры и помады все равно красивее. Кушай. Тебе надо. Даниловна, не могу я больше. Завтра же поеду, заберу Катеньку. Изболилось сердце за дочку. Как она там? Здоровали. Ты сначала в себя приди. Сил наберись, а потом за дочкой съездишь. Кстати, а у тебя с собой документы. Паспорт. В больнице. Да как же ты без документа-то? Ну ладно, доедай и ложись. Паша, вот если я не сдам эти бумаги рабочей комиссии, то стройку закроют, а меня посадят. Паша, ну неужели тебе сложно подписать эти бумаги? Это же пустая формальность. А сколько времени вы строите этот дом? Ну сколько? Ну год как погиб Сева, ну года полтора. А Евгений работал при твоем муже? Да, Евгений уже лет пять в фирме работает. Значит все знал. Гнать надо его к чертовой матери из компании. Как гнать Женю? А за что? А ты что не понимаешь? За что? Он же подставляет тебя. И тебя действительно посадят. Паша, Пашенька, я боюсь. Я не хочу в тюрьму. Паша, помоги мне, ну сделай что-нибудь. Тихо, Клава. Я не хочу в тюрьму, Пашенька, я боюсь. Клава, тихо, ну Катю разбудишь. Вот. Сейчас. Подушечку тебе давай. А Коля я на кухне постелю. На раскладушке. Угу. Спасибо. Тише, Коля, тише. Люба пришла, из больницы сбежала. Я ее спать уложила. Это ты ей помогла из больницы сбежать? Она в этой больнице как в тюрьме. Я ей твою одежду принесла. Она завтра собиралась к Кате поехать. Да нельзя ее сейчас отпускать. Слаба она еще. Да Клавдия ей просто так дочь не отдаст. Не страдалась девонька, а? За что же ей такое? Ведь уважительная, ласковая. Знаю я, тетя Фея про нее знаю. Все еще любишь ее? Ну, люблю, тетя, люблю. Алло. Дина Николаевна, здравствуйте. Это Клавдия Кондакова. Да. Простите за ранний звонок. Мне нужна ваша помощь. Ага. Хорошо, буду через час. Ну что, Пашенька, подпишешь ты бумаги. Как миленький подпишешь. Тать, давай вставай. Нам надо с тобой съездить в одно место. А где папа? А папа на работе. Давай. Коленька, Коля, проснись. Люба сбежала. Вот записку оставила. Я уехала за Катей. Ну, партизанка, а? Главное, как тихо ушла. Так надо ее искать. Тогда беды недалеко. Сотрясением шутки плохи. Правильно, поезжай и найди ее. Она, скорее всего, на рейсовом автобусе уехала. Больше не на чем. И без документов, Коль. Здравствуйте, Клата Ильинична. Что вас ко мне привело? Чем могу быть полезна? Здравствуйте. У меня в машине сидит девочка. Ее мать наркоманка. Находится на излечении. Возьмите девочку к себе. Ну, у меня же нет места. Я бы с удовольствием. Что за девочка? Как зовут? Катя. Давай, выходи. Иди сюда. Я не хочу. А кто это тут плачет? У нас такие красивые девочки… Давайте, давайте. У нас такие красивые девочки не плачут. Они у нас поют и танцуют. Вот научить эту противную девочку петь и танцевать. Дома это противная. Поехали. Клава, это криминал. Эти дома развалятся через несколько лет. Надо немедленно остановить стройку. Ты чего разорался? А? Пару раз побывал на стройке, уже криминал нашел? Ты кто такой? Ты бетонщик, а не строитель. Нас постоянно технозор проверяет. Я никакого криминала не нашел. Так что давай, подписывай. Какой же я идиот. Вот теперь я все понял. Я понял, зачем ты меня сюда позвала? Ты хочешь, чтоб я потом один отвечал за несоблюдение технологий за это твое строительство? Так вот что. Если ты немедленно не остановишь стройку, я пойду в прокуратуру. И потребую проведения судебно-строительной экспертизы. Ну, ни в какую прокуратуру-то не пойдешь. Пойду, милая моя, пойду. Если, конечно, хочешь увидеть свою дочь. Что с ней? Заболела. Я ее в больничку отвезла. В какую больницу? А я скажу, если ты заткнешься, ни в какую прокуратуру не пойдешь и подпишешь то, что мне нужно. Говори, где моя дочь? Пусти меня! Сейчас в милицию пойду! Пусти! Это я сейчас пойду в милицию. Да я представить себе даже не могу, как ей удалось сбежать. У нас такая охрана. Вот ее вещи. Вот паспорт. Пожалуйста, распишитесь в получении. Кто-то тут недавно уверял меня, что нашел нужного управляющего. Ошиблась. Что делать будем? Что делать? Как говорил товарищ Берия, нет человека, нет проблем. Вот и избавь меня от этой проблемы. Хорошо. Я избавлю. Но за тобой должок. Нет? Уже два. И учти, если что, я один мотать срок не собираюсь. Лёва. 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 Коля. Ты как здесь? Пойдем. Лёва. 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 Не спите. Лёва. Поехали! Вы поймите, Кондакова украла у меня дочь. Она сказала, что Катя заболела, отвезла ее в какую-то больницу. В какую не говорит. Стал мне шантажировать, чтобы я подписал липовые документы. Вы поймите, это же похищение ребенка, уголовная гена. Я понимаю, но мы не занимаемся поиском пропавших детей. А чем вы занимаетесь? Несколько другим. Но подождите, вы сказали одну фамилию, которая меня заинтересовала. Клавдия Кондакова. Леша, пропал ребенок. Катя Уварова в четыре года волосы такие светленькие. Катя Уварова в четыре года волосы светлые. Проверь, пожалуйста, все детские отделения больниц и детские сады. Я понимаю, что это не твое дело, но это очень важно. Найдешь, сообщишь мне. Понятно? Все, отбой. А теперь вы мне подробно расскажете о документах, которые вы, Павел Иванович, отказались подписывать. Женя, успокойся! Ну и что, что он был в прокуратуре? Не будет свидетелей, ничего не будет. Ясно? Что? Что? Отменить приказ о его назначении? Черт! Нужна строительная экспертиза. Только она может выявить нарушение технологии и остановить стройку. Предвлечь к ответственности компании Кондакова. Не понимаю, на чем строятся их махинации? Понимаете, из-за нарушения технологии резко снижается себестоимость строительства. Ну, соответственно, и стоимость всего дома. Они уже продали непостроенные квартиры и по коммерческим ценам. Ладно, отправляйтесь обратно на стройку, а я пока экспертов вызову. И не волнуйтесь. Спасибо. Я на минутку узнаю кое-что. Если вы немедленно не остановите работу, пойдете под суд вместе с Кондаковой. Вези, Керебеш, я взорву подъезду. Говорю. Она мне только что звонила и приказала, чтобы я не слушал ваших никаких указаний. Работу не останавливать. Да кого слушать-то из вас? Вы договоритесь сначала между собой. А я сказал, останавливать работу. Суслова нет на месте. Уехал полчаса назад. Но, говорят, скоро будет. Подождем? Люба, тебе плохо? Нет, нет, не успехов. Да, Андрей. А я к тебе. Да. У прокуратуры. С Любой Уваровой. За дочерью. Так. Так. Диктуй адрес садика. Я запомню. Диктуй адрес садика. Ну, куда мы едем? За Катей. Ну, куда мы едем? За Катей. Ты что здесь раскомандовался? Ты уволен! А я не собираюсь здесь больше работать. Но строить аварийный дом я не дам. Кто ты несешь? Какой аварийный? А ты сам не видишь? Вот, смотри. Простите, фары вынувить? Да, вон, вы не разборитесь. Уголден. Вызывайте скорую. Вы что такое? Он дышит. Вызывайте. Это… Товарищ следователь, ну, вы поймите меня. Мне Катю привела уважаемый в нашем городе человек Клавдия Ильинична Кондакова. И она сказала, что нужно девочку спасать, что мама ее наркоманка. Ну, я вижу, что в женщине плохо. Она после сотрясения мозга. Да что вы? Ну, вы поймите, все равно… Послушайте! Кондакова похитила девочку. Вы хотите стать соучастницей? Так, немедленно привезти Катю уварову. Да хорошо, хорошо, сейчас. А девочка такая хорошая, поет и танцует, и рисует. Да, Андрей. Что? Когда? Хорошо, я понял, я перезвоню. Коля, что случилось? Произошел несчастный случай. Паша упал на стройке. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мы стояли там. А Павел Иванович… Павел Иванович посмотрел вниз, не удержался и… Я не успел даже ничего сделать. Мама, а почему ты плачешь? А это мама от радости плачет, потому что вы наконец вместе. А где папа? А почему не пришел? А папа не пришел, потому что он на работе. Давай-ка… Опа. Так, на минутку заедем в прокуратуру, узнаем, какую больницу Павла положили. Хорошо? Павел Иванович, вам придется проехать с нами, чтобы составить протокол… Андрей Степанович, вот Петр Гаврилович рассказывает интересную вещь. Говорите. Да это он инженера убил. Я видел. Срежь ты! Не было никого на площадке! Я тебя там не видел! Ты меня не мог видеть, охрановщик в кабине сидел и все обидно! Успокойтесь, гражданин Бундаков! Женя! Женя! Клавдия Кондакова? Да. Я следователь Суслих. Прошу проехать со мной в прокуратуру. А в чем, собственно, дело? Произошел несчастный случай на вашей стройплощадке. С седьмого этажа упал главный инженер вашей компании Павел Иванович Уваров. Как? А он жив? Надеюсь, он в больнице. Я к нему поехала? Нет. Пожалуйста, следуйте за нашей машиной. А мы с вами, гражданин Пунтаков, уже встречались год назад, когда погиб хозяин компании «Примастрой» в Севолод Кондаков. Вы тогда, во время его гибели, тоже находились рядом с ним? Да. Это был несчастный случай. Да. Тогда, год назад, нам не удалось установить вашу причастность к этому несчастному случаю, а точнее говоря, убийству Кондакова. Но на сей раз у нас есть показания свидетеля. Какого свидетеля? Старого крановщика-алкоголика? Кто ему поверит? Не смешите меня. Зачем мне убивать Уварова? Я его едва знаю. Мы знакомы два дня. Врете, господин Пунтаков, врете. Мотив убивать Уварова у вас есть. Но вы опоздали. Он успел прийти ко мне и дать вот эти письменные показания о ваших с Кондаковой махинациях. Гражданин Пунтаков, я задерживаю вас по подозрению в покушении на убийство Уварова Павла Ивановича. Это еще надо доказать. Увести. Леш, подготовь постановление о наложении ареста на счета компании «Примастрой», а также на счета Кондаковой Клавдии Линичной и Пунтакова Евгения Борисовича. Да. Да. И к прокурору за санкции. Срочно. Срочно. Все. О, Коля. Привет. Присаживайтесь. Да я на минуту. Надо в больницу ехать. У меня в машине Люба Уварова с ребенком. Куда Павла положили? В областную. Подожди. Значит так, в двух словах. Покушение на убийство. Горе убийца Евгений Пунтаков, финансовый директор Кондаковой. Приведите ко мне Кондакову. Почитай пока ведут. Показания Павла Уварова за два часа до покушения. Может посоветуешь что-нибудь? Кондакова же у тебя на участке тоже крутилась? Катюша, пообещай мне, что будешь сидеть здесь тихо, спокойно. Я пойду посмотрю, куда дядя Коля пропал, ладно? Обещаю. Только это быстро, ладно? Хорошо, зайка. Коля, ну хоть ты скажи, ты меня столь отзнаешь. Ну что, я похожа на убийцу? Я знал Клаву Плющееву, Швееву с фабрики. А вот Кондакову, хозяйку компании «Примастрой», я не знаю. Но я почитал показания Павла Уварова и понял, почему вы с Пунтаковым решили его убрать. Он раскрыл ваши махинации с нарушениями технологий. Да я не разбираюсь в этих технологиях. Да, но зато в них очень хорошо разбирался ваш муж, который и придумал все эти махинации, чтоб наварить большие деньги. А ваш любовник, Евгений Пунтаков, подсказал вам, как эти деньги прибрать к рукам. Надо избавиться от мужа. Да зачем мне убивать богатого мужа-то, а? Богатого, но старого. А тут вы разом получаете и деньги, и молодого любовника, который, кстати, в скором времени избавился бы и от вас. Да не убивал я никого! Это не я! Это все он! Женька-гнида придумал! Это он! Ну что? Примчалась уже мышь серая, а? Ты думала, я отдам тебе мужа и дочь? Не дождешься, подруга. Так пошла! Прости, задержался. Куда ее повели? Ну, пока в СИЗО, а потом далеко и надолго. Поехали в больницу. Паша пришел к себе. Ну, ты иди, а мы тебя с Катей здесь подождем. Нет, я с мамой буду. Катюш, я сейчас приду. Ну, а мы пойдем рулить? Катюш... Паша... Паша... Катя... 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 Я нашла их. Все будет хорошо. Вас ждут в коридоре. Пойдемте. Мне кажется, он теряет сознание. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Оставай. Мама, почему ты так долго? Катюша, у нас папа заболел. Я должна быть с ним. А мы с Катей поедем к бабушке Кате. Ну, я хочу с тобой к папе. Катюша, папа поправится и мы приедем вместе. Очень скоро. Правильно. А мы в воскресенье вместе с бабушкой приедем навестить вас. А послушай, Люб, возьми, вот это деньги на первое время. Здесь адрес, где ты можешь остановиться. Это мои хорошие знакомые, я договорился. Ну что, поедем? Коля, спасибо тебе за все. Я слышала ночью, как ты сказал, что любишь меня. Извини, Коля, но я люблю Пашу. Извини. Любовь Петровна, можете пройти, он уже пришел в себя. Я думал, ты не придешь. Я здесь, слышишь? Я никому тебя не отдам. Я люблю тебя. И всегда буду с вами. Я тоже тебя люблю. Мы всегда будем вместе. Воскресенье... Еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok